Из-за громады, выросшей в нескольких метрах от дома Надежды Костовой, она в прямом смысле солнца ясного не видит. Дома старожилов оказались в тени 14-этажного здания. Везде тихо. У нас летит такой ветер, что до сих пор, вот оно, видите, вроде здание почти готово. Посмотрите, вот там еще стекла валяются. Это все летит на наши головы. Жители уверяют, что пытались остановить большую стройку еще на этапе котлована в 2011-м. Однако пока дело путешествовало из одного суда в другой. Дом продолжал расти. Соседи новостроя боятся, что здание может рухнуть в любую минуту. По их словам, еще 10 лет назад геологические исследования показали, что возводить высотку на этом месте нельзя. Он рухнет чуть-чуть, он уже сейчас сыпется. Вот посмотрите внимательно, там уже пошли трещины. Там у нас подпорки, чтобы он не свалился. Разве эти подпорки удержат? Выстроен гроб для людей, которые проживают рядом. Кроме того, введение в эксплуатацию 14-этажного дома, серьезная нагрузка на городские коммуникации. Старые водопроводы и электросети просто не рассчитаны на дополнительные 440 квартир. Здесь не хватит мощности. Мощности по отводу и подачи воды не хватает. Город задыхается летом от воды. А 440 квартир, они не просто не смогут пополнить столько водой и отвезти эту воду. Плюс нету парковочных мест, нет площадок детских. Только официально в Геленджике зафиксировано больше ста самостроев. Причем эффективного механизма, чтобы остановить строительство на начальном этапе, у администрации города нет. Конечно, вина лежит на застройщике. Это он виноват. В администрации, начиная с самого строительства, с котлована, выдавались письма, предписания застройщику о том, чтобы прекратили самовольное строительство. В заложниках у нерадивого застройщика зачастую оказываются не только соседи, но и счастливые новоселы, как это произошло у жителей дома по улице Репина в Геленджике. Строитель показывал документы и предлагал заключить предварительный договор долевого участия. А когда покупатели перевели деньги, вдруг оказалось, что разрешение на строительство многоквартирного дома никто не выдавал. Здесь все так строятся, в этом городе, потому что очень трудно и долго получается разрешительная вся документация. От шести где-то месяцев и до года может занять. Застройщик, естественно, хочет строить. Когда история раскрылась, жильцы подали в суд, но даже находясь под следствием, застройщик умудрился продать еще несколько квартир. В итоге разрешение на строительство так и не получено, а над заселенным домом уже несколько лет висит опасность сноса. На улицу пойду. Куда я пойду? У меня некуда, мне негде жить. Я возьму вещи, вот тут поставлю во дворе и поставлю диван, буду тут жить. Пусть на меня все смотрят. А этой истории уже более полутора лет. Съемка прошлого года. Нина Алексеева из Томска тоже попалась на удочку мошенников. Продала единственную квартиру, а взамен получила недострой на улице Яблочной в Сочи. Проводка свисает со стен кусками, канализации и вода отсутствуют. Эти кадры мы сняли на днях. Практически ничего не изменилось. У большинства жильцов уже опустились руки. По словам Нины Алексеевой, застройщики Александр Планида и Артем Санников придумали простую, но эффективную схему. Собирали деньги, начинали строить, бросали начатое и принимались за следующий объект. Сейчас Санников в бегах, а Планида до сих пор в Сочи. Уголовное дело, вздыхают их клиенты, рассыпалось. Не помогли им многочисленные жалобы в различные инстанции, в том числе в Генеральную прокуратуру. Почему всегда винят жильцов? Вот почему они купили? Куда вы смотрели? А куда смотрели вот эти все органы, которые подписывали документы? Ведь у нас вот был техпаспорт, где написано на четырех страницах там водоснабжение, канализация городское, газ есть, все. Это значит дом был принят. Мы настаиваем на сносе данного объекта. Администрация еще в то время на ранних стадиях выявила эту стройку, обратилась с сысковым заявлением в суд. Пока шел судебный процесс, дом достроился. В администрации Сочи еще раз напомнили, что нужно быть внимательней при покупке квартиры. Нине Алексеевой еще повезло. Она сумела продать злополучные квадратные метры, но при этом потеряла на сделке немалую сумму. Сейчас женщина в ипотеку купила другое жилье. На этот раз в уже сданном доме. Александр Тюкаев, Нина Руденко, Александр Брыксин, Александр Киреев, Кубань-24, Сочи, Геленджик.